МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Покупки, тренировки, обучение, работа и общение". Во время пандемии все больше шагов мы совершаем онлайн. Как борьба с коронавирусом повлияла на наш образ жизни и настроение людей, кто поможет малозащищенным и как максимально эффективно адаптироваться к новым правилам. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Семейный психолог Евгения Башкинцева. Здравствуйте, Евгения Семеновна, рад видеть. Заведующий кафедрой Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Эрик Платошкин. Эрик Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк. Алла Викторовна, рад видеть. Здравствуйте. И заведующая сектором туризма, управления спортом и туризма Гомельского обл. сполкома Ольга Котенкова. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, уважаемые гости, кроме того, что большинство из нас стали мыть руки чаще. Как поменяли за эти несколько месяцев мы и наш образ жизни? Евгения Асьминова. Поменялись здорово, потому что люди сначала пережили ощущение зажатости, загнанности, какого-то непонимания, что происходит. Но люди люди, и они стали учиться выживать. И появились новые привычки. От старых отказались или отодвинули на потом, стали приобретать новые. И человек, приходя из магазина, оставляет в коридоре пакеты, вынимает продукты, несет их мыть. Завелись в коридорах пачки дезинфицирующих салфеток. Научились правильно снимать перчатки, правильно снимать маску. Да и вообще научились по-другому смотреть на себя, на свой дом, на своих близких. На собственную безопасность и безопасность своих родных и близких. Но это в идеале. Сегодня еще об этом поговорим. Мы реже стали ходить на массовые мероприятия. Мы стали шире использовать такие вещества, как антисептики. И теперь каждая домохозяйка знает, для чего это и как обрабатывать руки и другие поверхности для того, чтобы предотвратить возможность инфицирования вирусами, бактериями. Надо сказать, что возросла социальная ответственность людей за свое здоровье и здоровье окружающих. Мы видим, как соблюдается социальная дистанция, как в магазинах. Большинство все-таки в масках находятся. Хотя не все, но тенденция, она позитивная. Эрик Николаевич, в связи с этим, как приобретенные во время борьбы с коронавирусом навыки помогут нам в дальнейшем работать и с другими проблемами, связанными с немытыми руками и недомытыми продуктами? Надо сказать, что вирусы, бактерии – это все инфекционные агенты. Сегодня коронавирус, вчера были другие на слуху у всех. Все они переносятся либо воздушно-капельным путем, либо с помощью рук, либо через немытые продукты питания, либо с загрязненной водой. Поэтому вот эти гигиенические навыки, большая требовательность к их соблюдению, предотвратить и другие кишечные инфекции. То есть эти привычки хорошие, жить по правилам чисто пригодятся и в будущем. А вот запала намного хватит, как думаете? Нет. Запала хватит, к сожалению, не намного. Люди – существа инерционные. Поэтому как только скажут «все, брейк» или начнут забывать об этом, постепенно и будут уходить, к сожалению, эти хорошие привычки. То есть человеку просто необходимо бодрящее ощущение, хотя бы легкое ощущение опасности. Хотя здесь и другая крайность существует, когда люди уже чрезмерно увлекаются использованием антисептических дезинфицирующих средств. Вот даже президент США вдруг заявил, что антисептик надо внутрь принимать. Понимаете? Чтобы не дошло до этого, это тоже важная проблема. Конечно. Давайте вспоминать первый выход в магазин, в маске, в перчатках, сродни подготовке к полету в космос. Вот скажите, Евгения Семеновна, этот эмоциональный дискомфорт объясним и как максимально быстро его преодолеть тем, кто еще не справился с этой проблемой? А ведь она есть. Вы знаете, на самом деле, вот вся эта ситуация, она выглядит репетицией, вы абсолютно правы, к космическому перелету на дальнее расстояние. Потому что совсем другие правила и совсем другой порядок жизни. Так вот, первый выход – это для человека перешагивание через какое-то такое планетарное пространство его внутреннего стереотипа. И если ему легко перешагивать, если он динамичный человек, он это сделал. А еще, например, пожилые, они совершенно спокойно просто подчинились. Потому что для них это тоже такая достаточно привычная манера поведения. И снова хочу поправить вас. Наверное, мы видим и в магазинах огромное количество людей пожилого возраста по-прежнему, без масок, без определенных опасений контактирования. Поэтому, наверное, таких разговоров мало не бывает, особенно в это время. И все-таки, как вот перестроиться максимально эффективно и быстро? Ну, самое главное – это перестать не хотеть этого делать. Потому что вот это сопротивление внутреннее, оно человеку создает дополнительный стресс, и из этого стресса хочется быстрее выйти, он начинает возбуждаться, нервничать, и в конечном итоге принимает решение. А я так делать не буду. Назло всем. Ну, в принципе, конечно, назло себе. Поэтому нужно попробовать выйти, попробовать себя в другой роли, в другом имидже, что ли. Ведь человечество с этим сталкивалось часто. Когда-то пираты окрашивали свои веки черным для того, чтобы защитить глаза от тропического солнца. И кто-то тоже начинал это первый раз. Поэтому, в принципе, надо просто это начать делать. Тем более, что вариантов с теми же масками немало. Вот вы себе какую защиту подобрали? Я развлекаюсь. Если честно, я развлекаюсь. У меня, конечно, есть и совсем стандартные, и одноразовые. Но под настроение я могу показать всем, что я кошатник, заядлый, и с надписью «Я защищаю себя сама». Ну, а в парадном случае под красивое платье я могу трендовую масочку для того, чтобы выглядеть уже поэлегантней. На самом деле, такое ощущение, что еще месяц-два и модные дома начнут шить модные маски. И мы еще будем думать, в какой маске, в какой ситуации находиться. И буквально коротко. А вот что по поводу отрицателей? Их в любой сложной проблемной ситуации немало. Как можно объяснить их позицию? Возможно, жить по правилам и с временными ограничениями сложнее? Вы ведь вначале перечисляли. Зашел в дом, снял маску, обезвредил руки, снял ботинки, обезвредил руки, переложил пакеты, обработал продукты. Это ведь не так просто. И еще недавно мы с этим жили совершенно по другим правилам. Люди любят расслабленность. И последние годы мы жили достаточно расслабленно. И поэтому люди, которые эту расслабленность приняли как естественность, они будут отрицать. Но кроме этого, мы должны не сбрасывать со счетов еще довольно большую группу популяции, которая говорит, а я буду дергать опасность за усы. Я буду специально, и это, кстати, тоже касается пожилых людей. Они так и дорогу переходят, не глядя ни направо, ни налево. Они говорят, ну и что? Смерть уже и так близко, мне осталось два понедельника. Что же я буду ограничивать свою жизнь? Поэтому вот эти две тенденции сращиваются. И человек, вы их видите на улице, этих отрицателей, по холодному, скользящему и немножко виноватому внутрь себя взгляду и желанию пойти на вас, в маске вы или не в маске, чтобы не просто сократить эту дистанцию, а пойти на вас, чтобы вы отступили. Они таким образом отпугивают свой страх. Тем временем волонтеры и сотрудники Белорусского общества Красного Креста уже который месяц взялись за ликбез населения. Какие навыки, какие рекомендации в этом плане будут особенно полезны для жителей области? Ну, вы знаете, Александр, в принципе, в начале, вообще в начале всего нужно сказать, что это информатизация всего населения. Люди получили информацию, что такое коронавирус и как с ним бороться либо жить. И в свою очередь очень много было в начале вот, значит, этой пандемии в Белоруссии очень много было буклетов, листовок, именно непосредственно выпущенные нами Красным Крестом, потому что наша первая задача это сохранение здоровья населения. И это понятно, ведь отсутствие информации порождает страхи. Естественно. Поэтому наша была задача как можно больше проинформировать, что это такое. В первую очередь, конечно, учреждение здравоохранения, где мы расклеивали вот много листовок своих о данной пандемии, как снег, как достеречь себя от различных заражений, вот от этой болезни. Зачем начали волонтеры наши расклеивать просто на остановках, в автобусах, в троллейбусах. Причем мы это делали как в областном центре, так же в районных. И самая главная задача – мы пошли на село. Потому что правильно сегодня было сказано, что там менее информированное население, и нужно было позаботиться о их здоровье. И когда мы уже стали привлекать все больше и больше волонтеров Красного Креста, а это молодые в основном люди, потому что понятно, что пожилая категория у нас волонтеры есть, но это та же группа риска, и молодежь с удовольствием пришла к нам. Особые ограничения по понятным причинам коснулись пожилых людей в это непростое время. Какая помощь, особенно одиноким людям, действительно необходима в эти дни? Ну, вначале нужно сказать, что пожилой человек, он такой замкнутый в себе. Мы же работаем с категорией одиноких пожилых людей, которые зачастую вообще один на один остаются дома. И нам нужно было уговорить их, что вот эта помощь наша со стороны волонтеров, доставка продуктов, рецептов, она необходима для того, чтобы они берегли свое здоровье, чтобы не рисковали в очередной раз, не выходили из дому за продуктами, не пересекались с другими. И, на мой взгляд, нам это удалось. Но в первую очередь удалось кому? Медицинским сестрам милосердия и младшим, которые уже ухаживали за ними. Они им доверяют, они их начали впускать в дом. Что уже, вот потом уже, конечно, началась вот эта эпопея, когда пожилого просит, что можно мы, Вера Петровна, к нам, к вам зайдем и принесем рецепт. Нет-нет-нет, деточки, я же сама, вы мне это не принесете, лекарства и все. И потом нам пришлось уже общаться с поликлиниками, выходить на поликлиники. И сейчас мы уже забираем в конвертике рецепт, значит, с адресом того больного, который нуждается в рецепте. Значит, мы ему приносим, согласовываем, а затем уже идем в аптеку и покупаем по этому рецепту пожилому человеку лекарства. Вот такой вот вариант. Такой вот алгоритм. Перестроиться пришлось всем в помощь сотрудникам, штатным сотрудникам организации, волонтерам Белорусского общества Красного Креста. Как позаботились и о тех, и о других? Я сейчас говорю, в первую очередь, про безопасность. Ну, позаботились. Во-первых, к нам мы выработали алгоритм именно взаимодействия, такого делового партнерства. Молодые люди приходят к пожилым, и, в свою очередь, мы еще приносим и буклет, что это так объясняем, значит, по телефону, не заходя в дом. И они настолько стали дисциплинированными, что я даже вот к одной бабушке приходила, ну, как бы посмотреть, как она поживает. Значит, это моя такая знакомая, хорошая, уже годами она у нас на обслуживании. И она мне говорит, вы только не заходите, мне запретили. Я говорю, а кто же вам запретил? Мне запретили любого человека. Пускай, давайте, вот вы в пороге, а я издалека, и задавайте мне вопросы. То есть они уже стали дисциплинированы. Если говорить про безопасность ваших сотрудников, ваших коллег и волонтеров в организации, которые тоже подвергают себя в это сложное время, проделывая такую полезную работу, как позаботились о их здоровье? Ну, дело в том, что волонтеры у нас должны быть совершеннолетние, и, конечно, мы каждого волонтера застраховали. Они получили страховку на случай заболевания коронавируса, на инфекции, в принципе. Что это такое? Если вдруг он заболеет, волонтер, то есть который к нам постоянно приходит на работу, он в базе данных, у него есть удостоверение, и конкретно те люди, за которыми он ухаживает, то ему выплачивается страховка. Ну, ни много, ни мало. Каждый волонтер у нас 158 их застрахован на 200 евро. То есть он, в свою очередь, страхуется. Плюс, конечно, где средства и маски, это в обязательном порядке. Это безусловно, в обязательном порядке. Он приходит в районную организацию, значит, по месту жительства наших уже бенефициаров, и получает то средства, те расходные материалы, которые необходимы ему в работе. То есть это перчатки, маски, дессредства, это сумка, в которой он доносит продукты, и, конечно же, инструктаж. У нас проходят они инструктаж, и мы тогда уже инструктируем, как он должен себя, какие поведенческие особенности, нормы, чтобы все было соблюдено от и до. И для безопасности личной, и для безопасности окружающих. Безусловно, безусловно. Я знаю, что огромный пласт работы связан с помощью медучреждениям и интернатам области, буквально тезисно. Мы огромную помощь, конечно, оказываем, но в первую очередь, конечно, у нас категория пожилых людей. Конечно, пожилые люди, большая концентрация их в домах-интернатах, в больницах сестринского хода. Ну, в этом случае мы, конечно же, обеспечили сизами и костюмами противоотчемными. Средства защиты, да? Конечно, средства индивидуальной защиты, термометрами. Ну, а лечебным учреждениям мы работаем только по потребностям их. То есть мы не подменяем ничьи функции, но если что-то надо лечебным учреждению, вот скажем там, антибактериальное мыло, либо Д-средства, либо перчатки, либо маски, либо респираторы, и лечебное учреждение видит, что еще, например, госзакупки не произошли, да, и уже на грани. То есть здесь вы подстрахуете? Конечно, мы здесь работаем, как говорится, на заказ, да, здесь мы подстрахуем, и, ну, ни много ни мало, с момента начала пандемии лечебные учреждения, интернатные учреждения получили уже от Красного Креста на 160 тысяч белорусских рублей помощь такую. Мы приобрели для инфекционной больницы передвижной рентген-аппарат, который передвижной, и он сможет из палаты в палату доставляться тем больным, которые нуждаются в нем. Как пандемия меняет наши привычки, и какие сферы жизнедеятельности все больше уходят в онлайн? Прямо сейчас короткий репортаж от моих коллег. Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Егор Савин учится в девятом классе. Из-за пандемии в школу не ходит. Сначала занимался сам, учителя сбрасывали задания. Что-то делал, чего-то нет. А сейчас начало занятий ждет даже с радостью. Для этого в определенные часы по расписанию нужно включать компьютер, открывать Zoom и в очень удобном формате видеоконференции учить математику, английский или физику. Такой эксперимент на своих детях обкатали две гомельские предпринимательницы Оксана Шевченко и Элифтина Новикова. Теперь волонтерский проект могут принимать буквально любого белорусского ученика от 5 до 10 класса. Изучать можно около 10 основных предметов. Причем дети в зависимости от уровня знаний распределены по группам. Самое сложное, говорит Элифтина Новикова, было найти учителей. Мало кто сходу соглашался работать онлайн. Все происходило очень быстро. Вот у нас прошел первый урок, первый день. И тут же нужно второй день, второй урок. То есть мы заполняли расписание вот каждый день. Мы тут же стали как бы искать следующих учителей для того, чтобы вот этот следующий день и следующий, и следующий прошел. То есть мы понимали, однозначно нам нужна физика, математика, языки. Сложнее всего было найти учителей русского и белорусского языка. Половина учащихся Гомельской школы социального предпринимательства моментально сообразила, что к чему, и ушла в онлайн. Пандемия ограничила их в одном, зато предоставила бесконечные возможности в другом, расширять свои проекты и выходить с ними далеко за пределы Беларуси. Предприниматели, у которых не существует каких-то барьеров, которые мыслят очень широко, они сразу же понимают, что онлайн дает возможность вывести свой бизнес далеко за пределы нашего города. И вот эту возможность, если вовремя рассмотреть, то бизнес достаточно быстро можно раскрутить, поставить на ноги и сделать устойчивым и эффективным. Татьяна Лукомская одна из тех, кто буквально за несколько дней перевел свою деятельность в онлайн. Изначально ее проект «Имидж школа для девочек» и задумывался как интерактивный. Но потом гомельчанка арендовала помещение и начала обучать будущих леди офлайн. Переходя в онлайн режим, надобность в аренде постоянного помещения, она отпала сама собой, не говоря о том, что это достаточно дорого. И тем самым мы отказались от помещения, сэкономили. И несмотря на то, что мы сократили стоимость обучения для родителей, мы на 25% снизили стоимость, тем не менее мы сейчас справляемся даже с этой суммой, ну потому что, наверное, так было бы более честно и в отношении родительских доходов поступить. И вторая проблема, с которой мы серьезно столкнулись, это сокращение детей. Дети все-таки стало учиться меньше у нас девочек, чем было. И это связано с двумя основными причинами. Первая, мы сами вынуждены были отказаться от младшей группы, потому что представить, как 6-7-летние девочки самостоятельно занимаются онлайне, это сложно. Поэтому здесь мы сами пошли на такой шаг. А с другой стороны, не все родители поддержали эту идею, часть родителей отказались от онлайн-обучения. Кто-то посчитал это неэффективным, кто-то невозможным. Но и с другой стороны, их тоже нужно понять, потому что мы все разные, и мы по-разному рассматриваем, смотрим на вопрос наличия технических средств в жизни ребенка. Вплотную занялась онлайн-деятельностью руководитель студии современного танца Татьяна Кудровец. Девушка уже 10 лет учит детей и взрослых танцевать. Стрит-шоу, экспериментальная хореография, джаз, поп. В общем, все самые популярные направления. Пандемия вынудила групповые занятия остановить. Теперь Татьяна записывает каждый урок пошагово и отправляет своим ученикам. А те присылают видеоотчет. Процесс видеосъемок, подготовка к домашним заданиям не так уж и сложный. Просто прикрепляем наш телефон к штативу, включаю видео вот сюда, отхожу. И для начала мы будем разбирать это все медленно. Связки по счету я буду рассказывать поэтапно. Потом отдельным уроком снимаю видео под музыку. Так, в принципе, все и проходит. Скидываю это все ученикам, ребятам, их родителям. И уже в домашних условиях они это все изучают. И потом присылают мне обязательно видеоотчет. Маша Емельянова в студии танца 4 года. Говорит, что очень скучает по занятиям в зале. Но бросать тренировки не собирается. Выполняет все задания руководителя и ждет, когда можно будет встретиться с Татьяной Кудровец и подружками лично. Пока же нужно выучить элементы хип-хопа. А скажи, что самое сложное в таком обучении? Вот, когда через интернет. Ничего сложного нет. Просто, если есть желание, то можно танцевать. Танцы – это мое любимое хобби. Я всегда тренируюсь, вот просто на полную выкладываюсь. Мне это в кайф. И всем тоже советую заниматься. Наверное, всех героев сюжета объединяет главное. Они хотят во что бы то ни стало заниматься делом, которое для них – смысл жизни. И те преграды, которые неожиданно появились на их пути, помогли стать сильнее и узнать, какой огромный потенциал заложен в каждом человеке, если он не собирается отступать от своей цели. Безусловно, в новом распорядке есть и плюсы. Однако, давайте попробуем проанализировать, что показала самоизоляция во всем мире. Те долгожданные дни, недели и даже месяцы дома оказались настоящим испытанием для огромного количества людей? Да. Причем, к сожалению, в самом начале пандемии психологи выбросили такую рекомендацию о том, что людям, оказавшимся в изоляции и в карантине, нужно соблюдать границы. Нет, конечно, если огромное поместье, то, наверное, географические границы можно найти. Но если однокомнатная квартира, в которой живут трое, то никаких географических границ соблюсти невозможно. И вот здесь действительно люди встали перед совершенно такой сложной и плохо разрешаемой задачей. А что делать? А как вот не столкнуться? Куда деваться? Где найти вот то самое местечко для себя? И насколько я имею право в этом местечке находиться? Люди, которые работают на удаленке, они даже спрашивают, а сколько я времени имею право побыть один на один с собой? Ну, на самом деле, да, один на один с собой человек может быть даже при мытье посуды, в душе, засыпая. Но все остальное время, к сожалению, сказать, что извините, я буду сидеть, читать книжку, а вы там занимаетесь чем угодно, но мне не мешаете, это, наверное, очень сложно. Поэтому встал вопрос о том, как научиться быть вместе, не конфликтуя и не всматриваясь друг в друга, как в этот самый, в окуляр микроскопа. Мне приходится сталкиваться с людьми, которые работают на удаленке, у них есть дети, это большие компании, которые ушли на удаленную работу уже довольно давно. И они хвастаются тем, что они смогли за этот период подтянуть определенные навыки у детей, научить ребенка играть в шахматы, обучить 4-5-летнего ребенка читать, научиться играть всем вместе и получать какое-то удовольствие от этой совместной игры. То есть люди немножко вернулись, но не вернулись в прошлое, а вернулись к себе, к тем потребностям в семейной жизни, которые для них являются насущными. То есть эта ситуация, проблемная и непростая пандемия, вернула нас от этих бесконечных дедлайнов в семьи? Конечно. К детям, к пожилым, которых сейчас нельзя навестить, но позвонить-то бабушке, поговорить по телефону, научить даже стариков компьютером пользоваться, это как раз самое-самое время. Эрик Николаевич, а вот вам и вашим коллегам работы не прибавилось? Ведь во время пандемии, это уже не шутка, если мы стали намного больше необходимого, как с научной точки зрения объяснить такое поведение организма? К сожалению, мы переедали до пандемии. А сейчас еще стали и заедать, и переедать. А сейчас, кроме того, что мы заедаем стресс, мы еще, особенно те, кто на удаленке, меньше двигаемся, меньше расходуем калорий, и, естественно, даже прежний уровень потребления пищевых веществ уже является избыточным. Перестрою вопрос. Насколько эффективно в борьбе с пандемией страха заедание, переедание и так далее? Если перекусы овощами и фруктами, официальная медицина это только приветствует. Но когда это что-то сладкое, то, естественно, это дополнительные калории, которые откладываются потом в виде жира. Но ведь с психологической точки зрения мы себя хотим побаловать, какой-то такой бонус, да, вот сейчас в стране и мире сложные времена, а вот я себе не одну, а три конфетки позволю. А за ней еще десяток. Немножечко скучновато. Да, очень такая однообразность жизни, особенно у людей на удаленке, поэтому скучновато. Все стали готовить. Я вот за последние несколько месяцев два пирога приготовил. Поэтому я рекомендую на холодильник повесить красочный, изготовленный всей семьей, плакат. Я не голоден, мне просто скучно. И повторять эту мантру. И повторять эту мантру. И все-таки, Эрик Николаевич, если серьезно, к чему могут привести вот эти месяцы с доп. килограммами и дополнительными соблазнами, которые появились? К сожалению, приведут к тому, что вырастет и без того уже большое количество сердечно-сосудистых заболеваний, сахарный диабет, ожирение и связанные с ним другие ситуации, как повышенное давление артериальное, варикозная болезнь вен, желчнокаменная болезнь и так далее. Но здесь еще одна крайность есть. Сейчас очень много рекомендаций по поводу полезности некоторых продуктов. Идет просто повальная реклама. Там ешьте имбирь, заедайте цитрусовыми. Но никто не рекламирует квашеную капусту, где витамина С больше, чем цитрусовых, понимаете, или там сладкий перец. Я хочу сказать, что ни один пищевой продукт не убивает коронавирус. Ни один пищевой продукт не препятствует заражениям коронавирусом. И все-таки мы видим, что спрос во многих сферах серьезно упал. Это кризис для экономик всего мира. В связи с этим снижение нагрузки в рабочее время для большого количества людей. Что думает человек, который находится по ту сторону реки, тот, который не заедает? Хорошее время начать диету. Я же всегда мечтал похудеть к лету. Есть ли диеты безопасные? Иногда мы шутим так, что пациенты спрашивают, доктор, хорошо, вот вы рассказали про диету, а когда ее использовать, до еды или после еды? Раз и навсегда, надо понять, что диета – это образ жизни, образ питания должен быть. То есть не бывает такого, что я немножко пособлюдаю диету, и все вернется на круги своя. Нет, уже организм изменился, если человек не придерживался каких-то рекомендаций. Да, спортсмены могут перед боем как-то согнать какие-то килограммы путем неимоверных усилий, там, истязания себя, там, в бане или еще где-то, там, физическими нагрузками, жесткой диетой. Но организм человека устроен так, что, к сожалению, мы не становимся лучше, мы, к сожалению, стареем, наши клетки стареют с возрастом, и, естественно, ресурс уменьшается. Поэтому все вот эти надежды, что я потом себя улучшу, это, в общем-то, фантазии. Итак, подведем черту. Недоедание – плохо. Переедание – плохо. Да. Ваша альтернатива. Я бы выделил вот в продолжении этого всего, что есть недостаточное питание, избыточное, есть оптимальное и рациональное. Значит, рациональное питание – это когда все соответствует потребностям, но есть ли вдруг стресс такой, какая-то ситуация типа инфекция, у организма может не хватить ресурсов, даже при том, что он питался рационально. То есть, с точки зрения моя, допустим, как эксперта в этой области, состоит в том, что в организме должен быть небольшой запас. Водорастворимые витамины не запасаются. Запасаются жиры. Чуть-чуть избыточность должна быть, потому что худые пациенты, к сожалению, быстрее истощаются в случае тяжелых заболеваний, острых каких-то инфекций. Когда есть небольшой запас, он должен быть. Вот это оптимальное состояние. Так, ну здесь вздохнули все те, кто немножечко переедал. Эрик Николаевич, а вот вы про витаминные комплексы заговорили. Они ведь действительно полезны, особенно при выходе из зимы и при подготовке к зимнему периоду. Здесь опять я, может, разочарую кого-то. Да, Всемирная организация здравоохранения проводила исследования, и вывод был такой, что ни один витаминный комплекс не профилактирует какие-то заболевания. То есть нет ничего лучше той квашеной капусты, про которую вы говорили? Совершенно верно. Еда должна стать лекарством, и нужно слушать свой организм. Вот здесь я бы еще хотел сказать по поводу питьевого режима. Очень много советов. Пейте больше в период инфекции. Если говорить о ковиде, осложнение пневмонии. Пневмонии – это залитые легкие жидкостью, воспалительной жидкостью. Много советов пить горячую воду? Горячую воду. Вообще специалисты, ученые, пульмонологи говорят – здоровое легкое, сухое легкое. Так что если пневмония, нужно немножко не допивать жидкости. Не нужно стремиться выполнять какие-то рекомендации. Есть усредненные рекомендации. Там 25 миллилитров жидкости на килограмм массы тела не менее. Но это если человек здоров. Если, не дай бог, пневмония, надо ограничивать. А вообще нужно слушать свой организм. Хочется пить – пейте. Не хочется – не пейте. И в завершении этого блока еще немного о самолечении. В том числе и с вами. В этой студии мы не раз поднимали эту проблемную тему. Как хочется, особенно в сложное время, обратиться к кому-то за советом. Понятно, что дальше всех, хоть они не так далеко, находятся медики. Ближе всех соседка и интернет. Там совет в достатке. Чем могут быть опасны и пресловутые, безобидные, на первый взгляд, витаминные комплексы, и самолечения в борьбе с легкой простудой? Истина в том, что в настоящее время лекарства от коронавируса нет. Все, что используется, это лечение осложнений и экспериментальное лечение. То есть использование лекарств, которые применялись для лечения, допустим, ВИЧ-инфекции, каких-то малярии, допустим. Это все экспериментальное лечение. Пока набирается материал, обобщается. Вакцины еще, к сожалению, нет. Она будет не скоро. Говорят, укрепить иммунитет. Иммунитет укрепляется, если человек переболел инфекцией. У него выработались антитела. Либо он сделал прививку, где ослабленный вот этот возбудитель или какие-то фрагменты его, и тоже выработал антитела. Ну, вы же видели, что еще месяц-полтора назад всем известное противовирусное средство. Люди скупали, что подтолкнуло Минздрав ввести ограничения. Вот здесь очень опасно обмануться и получить осложнение. Поэтому нужно слушать своего лечащего врача, слушать свой организм. Подведем черту и в этом блоке. Все-таки пандемия и сложное время. Время самоизоляции, у кого это получилось. Хорошая возможность навести порядок дома и в голове. Об этом тоже мы не раз говорили, в том числе с вами в этой студии. Да, в голове нужно наводить порядок. Знаете, вот какой образ мне пришел в голову? Люди здесь взрослые. Помните фильм Тарковского по роману Станислава Лема «Солярис»? И станция, которая гибнет, которая изолирована, которая очень далеко от Земли, она вся замусорена. Она вся в бардаке. Они ловят фантомов, они переживают какие-то комплексы, но никого не рождается мысль прибраться. Вот примерно точно так же и мы в столкновении с этой информацией стрессовой, мы точно так же должны найти эту мысль рациональную и прибраться и в мыслях, и в навыках, и в умениях, и в своих душевных качествах. Пандемия меняет образ жизни и планы на 2020. Можно только представить, какое количество людей было вынуждено отложить поездки к морю на неопределенное время. Вы знаете, туристическая отрасль одна из первых на себе ощутила удар пандемии. Уже к апрелю этого года практически большинство стран закрыли свои границы и авиасообщения. По системе раннего бронирования путевки приобрели порядка 300 тысяч белорусов. Это, соответственно, где-то порядка 400 миллионов долларов. Туристические фирмы наши, белорусские, остались должны людям. Но здесь нонсенс, потому что денег у туристических фирм на сегодняшний день нет. Все они находятся у иностранных партнеров. Поэтому здесь возникает сложность взаимоотношений между туристической фирмой и туристом. Сегодня данный вопрос находится на уровне государства. То есть уже принят 143-й закон о поддержке экономики, где предусмотрен ряд мер. Но, наверное, сегодня это недостаточно. Поэтому совместно с заинтересованными структурами внесен на рассмотрение главы государства и находится сейчас на согласовании указ, где предусмотрена именно поддержка туристической отрасли. Согласно данному указу будет возможность туристическим фирмам рассчитаться с белорусскими клиентами до 31 декабря 2020 года. Также данный указ предусматривает возможность расчета белорусскими туристическими фирмами в случае перевода денежных средств иностранными контрагентами с белорусскими туристами в семидневный срок. И также предусмотрен это мораторий на арест денежных счетов субъектов индустрии налоговыми органами. Сейчас этот указ находится на рассмотрении главы государства. Ну и думаю, что в скором времени он выйдет. Подтолкнула ли эта ситуация обратить внимание турфирм наконец-таки на продвижение внутреннего туризма? Те туристические фирмы, которые хотят работать и желают, они, правильно, как вы отметили, они перейтились на внутренний туризм. Те, которым это не нужно, они сели и ждут чего-то. Ушли на каникулы? Ушли в арендные каникулы, так называемые. Какие направления в масштабах Беларуси сегодня, на ваш взгляд, наиболее востребованы? Вы знаете, наверное, наш край, наша республика славится санаторно-курортами и здоровительной организацией. Это в первую очередь. Учитывая то, что наши санатории рассчитаны более на иностранного туриста, экспорта ориентированного, сегодня они уже подстраиваются под внутренний туризм. Они где-то снижают цены, где-то улучшают качество услуг под внутреннего туриста. Активно развивается культурно-познавательный туризм, активный отдых. Ну и тенденция, наверное, в последнее время идет путешествия не группами, а либо семьями, либо единичными туристами. И здесь, в Гомельской области, на мой взгляд, огромное количество предложений может быть. Да, время непростое для отрасли, но очень перспективное. Что предлагаем в первую очередь? Буквально тезисно. Санатории, агроусадьбы. Прежде всего, хотелось бы застричь, наверное, на бренде нашей в Гомельской области. Это маршрут Золотого кольца, где включены 17 объектов, включающие 8 районов нашей области и города Гомеля. Хотелось бы отметить, что в 2018 году правильный спорта данный маршрут промаркирован, и возможность путешествовать есть не только в составе организованных групп, а и единичному туристу получить достоверную информацию. То есть, вот так задам в лоб, потратить оставленные на отпуск 2020 деньги в Гомельской области найдется где? Если вы хотите узнать велич нашей природы, как-то познакомиться с красотой Гомельского края, это прежде всего заказники, национальные парки, где предусмотрен достаточно разнообразный активный отдых. Там оборудованы экологические тропы, расположены дома охотника и рыболова. Если это касается вопросов оздоровления, то это санаторно-курортная организация. Почувствовать самобытность нашего края нужно посетить агроусадьбы, агротуристические комплексы, где встречат радушно хозяева не только накормят вас вкусной едой, а познакомят еще с самобытностью и колоритностью определенного региона. Плюс зеленого или экологического туризма хорошая возможность дистанцирования. Вот немножко коротко про заказники. Не так много внимания мы им уделяем. И все-таки, что там могут предложить сегодня, летом 2020? Ну, прежде всего, это единение с природой. Там можно побыть наедине с собой, ощутить ту мощь, ту величь нашего региона, получить комплекс дополнительных услуг. Это от посещения лесов, болот, охоты, рыбалки, сбора ягод. Вот еще вопрос, наверное, в том числе от зрителя «Беларусь-4». Готовы ли наши туробъекты и перестроились ли уже к новым правилам? Я про эпид-обстановку и про дополнительные меры безопасности. Вы знаете, несомненно, все объекты туриндустрии сегодня направлены, у них выработан алгоритм действий по предупреждению распространения инфекции. И наши туристы могут спокойно ехать, не беспокоясь за свое здоровье. Сейчас хочу предложить вам подвести итоги. Мы видим, что ни одна страна в мире не в силах вмиг повлиять на ситуацию. И все-таки как много зависит от каждого из нас. Алла Викторовна, вам слово. Ну, я полагаю, что наши люди уже привыкли к этой ситуации. Наши люди очень четко и грамотно себя ведут в этой ситуации. И, на мой взгляд, благодаря нашему президенту у нас нет паники в стране. И это самое главное. Главное не паниковать. Расставить все акценты, где надо появляться, где не надо не появляться. Безусловно, должен каждый человек отвечать за свое здоровье, за своего ребенка. И муж за жену, жена за мужа. И, безусловно, подсказывать друг другу. В нашей семье это так происходит. Я хочу, чтобы и так происходило в каждой семье. И плюс еще нужно обратить внимание на своих родителей. Прежде всего, самый лучший психолог это ребенок у пожилых родителей. И если дети скажут своим родителям, что мама, побудь дома, не выходи, не паникуй, все успокоится, уляжется, а соседка, мы далеко живем, к тебе зайдет, принцип добрососедства еще никто не отменял, и принесет себе все, что надо, она моложе, мама останется дома и не заболеет. Это самое главное. Ну, и я думаю, что у нас в стране уже скоро эпидситуация поправится, коронавирус пойдет на спад, и мы все успокоимся и вернемся к нормальному образу жизни. Эрик Николаевич, как вам прогноз? Оптимистичный прогноз, но я как врач должен сказать, что нам теперь жить еще с одним вирусом. Название его – коронавирус. Быстро он не уйдет, возможно, повторные какие-то будут вспышки. Это как раньше были различные варианты гриппа. Не нужно паниковать, нужно продолжать вести здоровый образ жизни и стараться искать здоровье не в экзотике, а в простых местных продуктах питания. Евгения Семеновна, недаром говорят, после пандемии вряд ли мир будет прежним. Да, мы уже летим на нашей маленькой планете в этом огромном пространстве, в далекие космические миры, и порядок уже жизни изменился. Старт уже произошел давно, но у нас есть цель. Это замечательная, сияющая планета, которая называется здоровое, светлое будущее. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова